Здравствуйте! В информационной студии Андрей Овчинников и коротко о событиях города и края. Первый этап реконструкции стадиона «Вертикаль» продолжается. Баскетбольная площадка подготовлена к нанесению тартанового покрытия. Начались работы по возведению площадки для тренажеров. Подробнее расскажем в нашем первом сюжете. Для того, чтобы на баскетбольно-волейбольной площадке появилось современное покрытие, чтобы она отвечала последним требованиям безопасности и комфорта, уже проведен ряд подготовительных работ. Поверхность выровнена, выполнена бетонная стяжка, выдержаны сроки для ее закрепления. Буквально сегодня-завтра начнется укладка тартанового покрытия. Будет произведен монтаж сетки. И в скором времени придут у нас по заказу кольца на баскетбол. Надеемся, мы ее к дню города откроем. Сроки у нас финиширования работ по этой площадке где-то планируется начало сентября, конец августа. Рядом идут работы по формированию тренажерной площадки. Также здесь разместится оборудование для сдачи нормативов ГТО. Несмотря на то, что эта программа была разработана в прошлом столетии, она не утратила своей популярности по сей день. Сегодня все больше детей и взрослых занимаются спортом на свежем воздухе и активно участвуют в сдаче нормативов. На базе спортивной школы «Вертикаль» будет организован центр тестирования ГТО. Здесь у нас сроки приблизительного финиширования. Это начало октября. Ну и поле, само поле необходимо. Довезен щебень на утилизацию. А также сегодня, сегодняшний день будет завозиться щебень, которая всем требованиям соответствует. И начнется укладка этого поля щебнем для подготовки к застилу искусственным полем. Но застил самым искусственным полем будет в 2019 году. В этом году мы планируем подготовить это поле к застилу. В 2019 году, в период второго этапа реконструкции, вокруг поля положат тартановые беговые дорожки. Еще в планах обновить ограждение стадиона, благоустроить территорию в целом. Погода сейчас хорошая стоит, поэтому надеемся, мы справимся. Работы ведутся. И поэтому все под контролем не только самой администрации, но и под контролем Дома Дальнегорского городского округа. Поэтому мы все заинтересованы в том, чтобы все прошло успешно и хорошо. И сделать это на хорошо и надолго, чтобы порадовало наших жителей и гостей города. После завершения реконструкции первоочередная задача – сохранить возведенные объекты. Сейчас в Управлении культуры, спорта и молодежной политики этот вопрос на стадии обсуждения. Либо это будет пропускная система, либо это будет открытая система, но под охраной. Ну вот по этому поводу, конечно, мы очень думаем и обеспокоены этим. Потому что на сегодняшний момент уже вот в реконструкции сколько, 5 лет у нас находится стадион. Ну вы видите, что наши неравнодушные в кавычках граждане просто приходят, ломают, выламывают сиденья, выламывают у нас непосредственно ограждение возле 21-й школы. Всех призываю жителей – начните с себя, и тогда порядок будет в нашем городе. В Дальнегорском округе продолжается активная подготовка к новому отопительному периоду, который начинается в октябре. Примтеплоэнерго ремонтируют теплосети, при этом асфальтовое покрытие нарушается. В рамках ремонтной программы ресурсоснабжающей организации в 2018 году запланированы 9 объектов, большинство из которых – придомовые территории. Восемь участков – это придомовые в основном территории, и девятый участок – это центральный перекресток в районе ДБС-магазина. Значит, там еще ремонтные работы по теплосети не начинались. Участки, значит, это проспект 116, 126, 129, набережная 21, 26, набережная 4, остановка «Светлый ключ», Менделеева – 8. Значит, все средства – это собственные средства предприятия, выделенные в рамках ремонтной программы от тарифа. То есть, дополнительных привлеченных средств здесь нет. Это, скажем так, собранные средства за потребленную теплоэнергию. Та часть, которая в тарифе обозначена на текущий капитальный ремонт, значит, оттуда выделенные средства как раз идут на восстановление асфальтового покрытия. «Премтеплоэнерго» уже восстановила асфальтовое покрытие на ряде объектов. Три из них расположены в центре – возле бизнес-центра «Бригантина», магазина «Домотехника» и музыкальной школы. Также работы произведены на улице Менделеева. Вся ремонтная программа, значит, утверждается предприятием и согласовывается с администрацией. То есть, все виды и объемы работы администрация согласовывает с нами заранее. Поэтому те объемы, которые мы заявляли в ремпрограмме, те, они, собственно, выполняются, администрация состоит в стороны, курирует, контролирует тоже выполнение этих работ. Ремонт теплосетей и вскрытие асфальта согласовывается с администрацией за полгода. План на 2019 год еще не формировался. О том, какие теплосети «Премтеплоэнерго» будет ремонтировать в следующем году, станет известно по окончанию отопительного периода. Там, где участки не пройдут гидравлические испытания по окончании отопительного сезона, либо в течение отопительного сезона будут выявлены случаи многочисленных порывов, конечно, те участки пойдут под ремонт, но, как правило, восстановление асфальтового покрытия проходит через год, через два. Это своего рода еще специфика финансирования этих мероприятий, потому что ремонтная программа верстается еще в период отопительного сезона, она утверждается и согласовывается. А гидравлические испытания проводятся уже в летний период. Здесь, конечно, небольшая стыковка и нестыковка имеется. Лето. Пора отдыха и веселья. Один из самых любимых праздников – День Нептуна – провели в детском саду «Надежда». Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Жаркая погода не помеха детворе. Ребята с удовольствием отправились в гости к повелителю море и океанов, грозному и могучему Нептуну, и даже посетили его подводное царство. Здорово, Нептун! Здравствуйте, ребята! Здорово! Здорово! Что там? Да не нужны мне твои сокровища. Я взял и все твои сокровища рассыпал по дну морскому. Джек, ну как же я их соберу? Ведь я старым стал. Кто мне поможет? Да не страдай, старый! Ребята тебе помогут. Ребята, поможете? Ребята, а вы любите путешествовать? Да! Хотите отправиться на дно морское? Да! Хотите отправиться на дно морское? Хотите отправиться на дно морское? Ребята, вы правда мне поможете? Да! Боря волнует, зазри, морская земля, зазри, 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 зазри. Это рыбацкая лодка! Дети радушно приняли важного гостя и охотно вовлеклись в игры с морским царем. Продемонстрировали ему смекалку и находчивость. Сейчас первые шутки морских. Превратились? Да! Раз, два, три! Превратились! Превратились! Шири! Ай, какие молодцы! А вода росли! А вода росли! Вот какие вода росли! Молодцы, ребята! Через море-океан едет чудо-великан. Бартугус прячет, на спине банарик катет. Кто это большой с такой струей? Кит! 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 Правильно! Помог вам мой батюшка. Следующую загадку слушайте. Готовы? Да! А реке плывет бревно. Ох и злющее оно! Тем, кто в речку угодил, нос отпустит. Ариэль! Молодцы! В гости к ребятам заглянули Ариэль, дочь морского царя и хитрый капитан Джек Воробей. Детвора сразу узнала знаменитых героев. Мы сейчас с вами будем спасать рыбок. Рыбок. Мы должны с вами этими сачками по 4 человека вылабливаем, несем, отправляем их в тазик. Приносим сачок обратно. 4 человека. Саша, Ювелина, Тимоха. Все поиграют, все остальные отходят, чтобы не мешаться. Одну морскому Ариэль рассыпала свои бусинки. Видите разноцветные? Их надо собрать. Поможете, Ариэль? Да. Тогда я скажу, раз, два, три, беги. Вы должны побежать и собирать по одной бусинке в руку. Когда я скажу, стоп, вы все бросаете и идете по ней. И мы посчитаем, сколько я вам нужно дать. Хорошо. Раз, два, три, беги. Заберем. Все это будет. Сказочное представление было наполнено веселыми и активными конкурсами, связанными с водой. Краба, перенеси воду в ложки, собери бусы для Ариэль, береги воду и многие другие. Праздничное настроение моря ярких эмоций подарил Нептуну этот день дошколята. В нашем детском саду вот такие мероприятия, оздоровительно-развлекательные, проводятся каждое лето. Вот сегодня у нас праздник Нептуна. Праздник радостный, веселый. Он помогает детям поднять настроение, развить их физические, психологические качества. Ребятам очень нравится. Разные игры мы сегодня подготовили. Вот игры у нас в основном все такие, что нужно проявить смекалку, выдержку. Удивительная сказка развернулась перед ребятами в жаркий летний день. Все получили массу впечатлений. И разумеется, какой праздник без сюрпризов. Морской царь вручил подарок каждому ребенку. В музейном выставочном центре продолжает работу выставка с актуальным летним названием «Сказка морского дна». Более 200 экспонатов сотрудники музея разместили в выставочном пространстве. Подробности в следующем сюжете. Перешагивая порог выставочного зала Дальнегорского музея, посетители попадают в подводный мир Тихого океана. Здесь собраны более 200 уникальных видов раковин, моллюсков и кораллов. Эту коллекцию собрал Копцев Алексей Петрович, житель нашего города Дальнегорска, плавая по Тихому океану в составе наручной экспедиции. По словам авторов выставки, многообразие и красота экспонатов мотивируют и вдохновляют к изучению подводного мира. И она будет интересна как для детей, так и для взрослых. Например, все мы знаем ежика, обитающего на нашем побережье, по цвету серый, невзрачный, с острыми иглами. На нашей выставке представлен ежик, довольно-таки необычный, под названием стронгилоцентротус пурпурный, имеющий фиолетовый или бордовый, такой темно-бордовый цвет, и иглы, утолщенные и закругленные на концах. В частности, на выставке представлены раковины двухстворчатых моллюсков Тридакна. Ракушки известны тем, что являются основным источником жемчуга. Люди всегда могли приспособить их для собственного использования, например, в виде домашней утвари, сувениров или монет. Раковины моллюсков Каури, которые, например, в Древнем Китае использовались вместо денег. А моллюск Рокт под названием Рокт-Триктона по древнегреческой мифологии был подарен Зевсом Пану в качестве музыкального инструмента. То есть коллекция действительно необычная, очень разнообразная и познавательная. И также я хочу поблагодарить Шпатака Андрея за предоставленные фотографии, которые украсили нашу выставку. Не просто украсили, но и дополнили. На фотографиях запечатлены обитатели Японского моря. Это голожаберный моллюсок, керчак на листе ламинари, а также морские львы или более известные как сивучи, полярные киты-белухи и многие другие животные, попавшие в объектив Андрея Шпатака. Дополнительную атмосферность придают потрясающие пейзажи мыса Бринера, реки Рудной, озера Войсковского и побережья Японского моря. Открыть для себя подводный мир, удивительную сказку, полную чудес и волшебства, а также узнать много познавательного смогут жители и гости Дальнегорска до 31 августа в музейно-выставочном центре. В Приморье в ходе операции «Нелегальный мигрант» выявлены 960 нарушений миграционного законодательства. Полицейские проверили свыше 2000 мест пребывания иностранцев. 27 граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, будут выдворены из страны принудительно. Подробности в материале наших коллег из пресс-службы ОМВД России по Приморскому краю. В Приморье полиция провела серию профилактических рейдов по контролю над соблюдением требований миграционного законодательства Российской Федерации, а также обеспечения миграционной стабильности и безопасности на территории Приморского края. Специалисты подразделения по вопросам миграции проверили места пребывания и проживания иностранных граждан. В ходе рейдовых мероприятий полицейские проверили 2125 мест пребывания иностранцев. Из них 673 объекта временного проживания. 132 строительные площадки, 336 объектов сферы услуг и рынков, 39 сельского хозяйства, 11 лесной отрасли, 568 транспортной инфраструктуры. В ходе операции за нарушение миграционного законодательства полицейские привлекли к административной ответственности 960 иностранных граждан. В отношении 143 из них судами общей юрисдикции принято решение о привлечении к ответственности с назначением наказания в виде штрафа с выдворением в форме самостоятельного контролируемого выезда за пределы Российской Федерации. 27 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, помещены в Центр временного содержания. Они будут выдворены из страны принудительно. В ходе рейдов также выявлены факты причастности иностранных граждан к незаконному обороту наркотических средств и психоактивных веществ. В отношении правонарушителей составлены 26 административных протоколов. За фиктивную регистрацию иностранных граждан возбуждено 33 уголовных дела по статьям 322 прим. 2 и 322 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим наказание от штрафа в размере до 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет. В ходе рейдов задержаны четверо иностранных граждан, подозреваемых в совершении преступлений, которые скрывались от органов следствия до знаний суда и находились в розыске. Причем трое из задержанных были объявлены в федеральный розыск. Как сообщили в Управлении по вопросам миграции, рейдовые мероприятия по контролю над соблюдением миграционного законодательства, выявлению, пресечению преступлений и правонарушений в сфере миграции продолжаются. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин